Неизвестное об известном Древнего Египта? С удовольствием. Бог Ра, это же там? Это там. Ну, мифология Древнего Египта, как и других народов, возникает, поскольку люди хотят объяснить окружающий мир, происхождение богов, земли, жизни, всего того, что их окружает. В Древнем Египте было несколько таких систем. Вас больше всего интересует Бог Ра. И так нас всё интересует. И поэтому мы начнём с этой системы. Но прежде чем мы разберём отдельные системы, я хотела бы вам сказать, что есть две черты, которые объединяет всё в Египте. Это происхождение жизни на Земле из океана, безжизненного, бесформенного, в котором, собственно, жизнь сама и зарождается. Появляется некий клочок Земли, и на нём далее происходит зарождение жизни, появляются боги, люди. И другая интересная очень черта, а с чего, собственно говоря, всё началось. Кто создал всё это? И вот такое представление о боге-творце также является общим для всех систем. Бог-творец не имеет женской половины. Он сам всё создаёт из себя самого. Вот там, где был древний, наиболее интересный, наверное, наиболее известный нашим слушателям бог Ра, творцом мира считался бог Атум. Атум в переводе с древнеегипетского языка означает «совершенный». Как он создал мир? Он проглотил своё семя, и там внутри зародилась первая жизнь. Но она уже зародилась как пара – мужчина и женщина. Это были влага и воздух. Это были два бога Шу и Тифнут. Так я запишу. Шу и Тифнут. Но они уже имеют облик мужчины и женщины. А кто, прошу прощения, из них женщина, а кто мужчина? Тифнут – это женщина, Шу – бог воздуха, это мужчина. И далее происходит акт творения мира. Шу – воздух, и женщина-дама Тифнут рождают землю и небо. Земля – это мужчина, бог Геб, а небо – это богиня Нут. Они очень любили друг друга. Они не могли жить друг без друга. И это было совершенно невозможно. Их надо было как-то разделить. И вот эту функцию взял на себя бог Шу. Он поднял богиню Нут наверх, и таким образом образовалось небо. А несчастный бог Геб остался на земле. Он очень страдал. Он хотел видеть свою возлюбленную. Но им разрешили быть вместе не более пяти дней в году. Вот уж правда неизвестно об известном происхождении. Действительно. Почему пять дней в году? Потому что пятидневная рабочая неделя. Да не совсем так. Египтяне разделили год правильно. Но ведь мы знаем, что 365 дней не соответствует нормальному календарному году. Добавлялись дополнительные часы, которые в конечном счете создавали дополнительные дни. И вот придумали, что вот эти пять дней, они могут постоянно быть вместе. И тогда они рождают других богов. Вот за эти пять дней появляется Исида, появляется Осирис. Ну, те боги, которых, наверное, очень многие уже все знают. Примерно такая же история была и в других городах Египта. Была, например, столица, очень известная в Египте, город Мэмфис, где главный бог был бог Птах. Он был. Тоже считался создателем мира. Но тут чрезвычайно интересная система, которая, возможно, повлияла на раннее христианство. Но как бы то ни было, идеи здесь одни. Мир был создан из безжизненного океана, на котором витал некий дух. Этот дух было слово бога Птаха. Он произносил слова... Это, конечно, интересная система, но не такая интересная, о которой вы говорили прежде. Я думаю, что эта система, наверное, для мировой культуры будет важнее. Но может быть та первая более заманчива по своей сути. Но тут то же самое у нас. Да, друзья, если есть вопросы, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, три. Да, бог Птах не имеет прародителей. У него нет тех, кто его создал. А откуда он появился? А он возникает не совсем понятно. Мы думали, что Птах – это о котором Лещенко пел, российский славный Птах. Ну, может быть, это и на Лещенко повлияло. Ну, так или иначе? Очевидно. Птах создаёт мир. И создаёт мир словом. Если мы говорим «я задумал», мы имеем в виду, что поместили что-то такое в голову, в мозги стоит. А по-египетски задумать – это поместить в сердце. И поэтому все тексты, связанные с богом Птахом, он поместил эту идею в своё сердце. Дальше он начинает произносить слова, и вещи существуют. Египтяне считали, что если не дать человеку, вещи, животному, растению, не дать имени, оно существовать не будет. И потому, когда бог Птах произносил что-то, это мгновенно начинало существовать. Вот я даже могу вам прочитать кое-что. И была дана жизнь, и были созданы все работы, всякие искусства, труды рук, хождение ног. И родил он богов, и создал города, основал новым, и поставил богов в святилище. И вошли боги в свои тела из всякого дерева, из всякого камня, из всякой глины. Это объясняет нам то, что все изображения богов, которые египтяне так трудолюбиво делали, это было не что иное, как искусственно созданное тело, в которое помещали... Бог мог войти в виде духа, ожить, и, соответственно, влиять так или иначе на окружающий мир. У Птаха уже впоследствии была семья. То есть, создавая мир словом, он, тем не менее, не считал нужным обойтись без женского начала. У него была богиня Сахмет, у них был сын Нефертуб, который родился на лотосе, также из безжизненного океана, также на кусочке земли. Ну, интересно вот, что лотос считался священным растением, кстати, в Египте, в Индии, в разных местах. Почему? Это очень красивый цветок с замечательным запахом, голубого цвета, который на ночь пропадает под воду, а утром он расцветает. И это связывалось у египтян с идеей создания мира. А не из лотоса или бог Ра появился? Нет, бог Ра – это древний-древний бог, это солнце. И когда стали возникать другие системы, вот в частности, система Фиванская, она, очевидно, наиболее молодая система, эта система, связанная с созданием египетского государства, там появился так называемый бог ОМОН, скрытый, тайный. И вот этот бог, для того, чтобы стать общегосударственным богом Египта, ему нужно было обязательно обладать функциями солнечного бога. И происходит слияние. Неизвестное об известном Так, Элеонора Ефимовна, вы обещали какой-то солененький миф сейчас рассказать. Да. Конечно, мир богов, мир людей должны были взаимодействовать, и не всегда они хорошо понимали друг друга. Так, например, богини Исида, которая считалась великой богиней-магией, она обладала феноменальными совершенно свойствами. Начнем с того, что она совершила первый в истории человечества героический подвиг. Она собирала тело своего разрубленного на куски мужа Осириса. Она бродила по всему Египту. Она, в конце концов, собрала все. Она сумела срастить его члены. Она полила их мертвой водой, потом она полила их живой водой. Собственно говоря, эти идеи уже существовали и в Египте. Тело срослось, и она беременеет и рожает своего сына, сына Хора, которого она укрывает в болотах Дельты, которого она растит в таких тяжелых-тяжелых условиях, где полно скорпионов, змей. Она читает заклинания, и она отгоняет всех этих тварей от своего ребенка. В конце концов, он вырастает, возмужал и считает, что он должен отомстить за своего отца Осириса. Осирис к тому времени покидает землю. Он становится богом, царем царства мертвых. Но Хор решает отомстить и выдерживает огромные битвы, страшные битвы с его врагом, и в конце концов он побеждает. В этой победе он теряет глаза. А по-египетски невозможно воскреснуть, если у человека нет глаз, если у него не открытый рот, и если он не может дышать. Это основные условия воскресения. Как быть? Глаз разбит, разброшен по всему Египту. И вот бог мудрости тот его собирает. Собирает по частям. Отсюда возникают арифметические дроби. Каждая часть глаза соответствует понятию дроби. Одна третья, одна четвертая, одна вторая, одна восьмая. В результате получается целое. И вот это целое, священный глаз Гор подносит своему отцу. Отец его проглатывает и оживает. Но уже не на земле, уже в другом мире. Он становится судьей царства мертвых. Это вот этот глаз все время из Египта? Да, именно его привозят всегда из Египта, как самый большой амулет. Это который на долларе? Ну нет. Нет, нет. Он на подставочке. Он такой на подставочке изображался. Потому что это соколиный глаз. Кстати, если посмотреть на сокола, то можно эту подставочку увидеть в его оперении. И это действительно вещь священная. Но были и трудные конфликты. В частности, был конфликт между Богом Ра и человечеством. Исида договорилась с людьми и обещала им, что она выведает имя Бога Ра. А знание настоящего имени давало полную власть над человеком. И вот Исида всячески пытается соблазнить. Она красивая была очень, женщина. Она пытается соблазнить Бога Ра, чтобы выведать у него его имя настоящее. А Ра понимает, что здесь не просто так она его спрашивает и не просто так соблазнить хочет. И поэтому он ей говорит, сначала не говорит, сначала говорит, что он не скажет своё имя, потом он говорит, что он Бог Ра. Исида выдаёт это людям, люди начинают соответствующим образом пытаться обрести власть над Ра, и тут Ра всё понимает и желает наказать всех, и Исиду, и людей за совершённое, потому что имя сокровенно, имя тайно, его нельзя открыть. И он посылает своё око львицу на землю и велит ей истребить этих людей, которые замыслили против него восстание. И эта яростная львица бродит по Египту и пожирает людей. И бедный Ра уже в ужасе, он думает, что же случилось, сейчас уничтожено будет человечество. И тогда он посылает одного за другим богов на землю, пытаясь уговорить эту богиню, но она не желает его слушать, ей нравится, ей нравится пить кровь. Он не знает, что делать. И в конце концов он посылает на землю бога тот. И бог тот рассказывает этой богине очень интересные сказки. Эти сказки сохранились в записях. Это, собственно говоря, родоначальники даже басен, поскольку там действующие лица, в некоторых из них являются только животные. А кроме того, что он ей рассказывает эти сказки, он играет на музыкальных инструментах, он подливает ей еще красное вино. А красное вино это, собственно говоря, похоже очень на кровь. и богиня с удовольствием пьет это вино. А что было дальше? Давайте подвесим паузу, у нас впереди новости и новости спорта, а я пока на богов смотрю, бог тот. На птицу похож. Да, у него было клюв, это ибис, это птица ибис. Неизвестное об известном. Мы продолжаем, у нас сегодня в гостях директор Международного учебно-научного центра египтологии Голенищева РГГУ, главный научный сотрудник Института Востоковедения Иран Илеонора Курмышевая. Илеонора Ефимовна остановились на том, как бог тот дал Исиди, львиноголовой богине, которую звали Сахмет, Тифнут, в разных обликах она была, он ей дал вина, вино богине очень понравилось, вино, красноречие бога то-то, сказки. И так они начали передвигаться по Египту, а время было как раз сбора урожая и первого вина. И в каждом городе, куда они приходили, богине приносили вино. Она его с удовольствием пила и решила, что жизнь не так плоха. И люди вообще-то тоже не такие плохие, с ними можно быть вместе. Так они совершили путешествие по Египту, попили хорошего вина и вернулись на небо. Бог примирился с людьми. Это был один из конфликтов богов и людей. Но древнеегипетские сказания называют нескольких богов, которые вообще изначально жили на земле. Это уже боги, которые появились нормальным образом от обычного рождения, у которых были отец и мать. И среди них большую роль конечно играет бог Осирис. Он считается, что он научил людей возделывать злаки, научил их ремеслу. Многие навыки люди получили от него тогда, когда он еще не был богом, когда он находился на земле. Но как всегда бывает добро, бывает и зло. И злой бог Сет использовал стремление любого египтянина приготовиться к другой жизни. Для того, чтобы приготовиться к другой жизни, нужно было заранее заказать саркофаг по размеру своего тела. Это было достаточно дорого и трудно. И вот он устроил такую вечеринку, позвал туда разных гостей, всем предложил померить некий саркофаг. Никому он не подошел, а Осирису он подошел. И в тот момент, когда он подошел ему по росту, все спокойно ложились в этот саркофаг, чтобы померить. Он захлопнул крышку и выбросил саркофаг в Нил. По одной из версий его прибило в Библии, это районы Сирии Палестины древней, там он был потом найден, и дальше то, о чем мы говорили, по одной версии тело было разбросано, по другой оно было найдено в дереве. И после своего воскрешения Осирис становится царем мертвых. И возникает уже другая история. А как попасть туда? Как повторить этот удивительный путь? В мир мертвых? В мир мертвых непросто. В мир мертвых попасть, конечно, было можно, и все это видели. А воскреснуть в мире мертвых и это воскресение дается не каждому. Во-первых, нужно добраться до Осириса. Для этого очень много препятствий, водные препятствия, горы, непонятные потоки разного цвета. Для этого создаются особые путеводители, так называемые путеводители по потустороннему миру. Как туда пройти? Отсюда возникает первая в истории человечества так называемая книга мертвых. Что это такое? Это некие папирусы, которые закладывали вместе с захоронением в саркофаг, где содержались инструкции для того, как попасть к Осирису. изречения, как общаться с перевозчиками, как его вызвать перевозчика, как вести себя, как найти дорогу. Но представим себе, что всё это уже произошло, и умерший добрался туда, куда он должен был добраться. Он не имел права явиться на суд один. Он должен был взять с собой свою душу, одну из своих сущностей, потому что у египтян не было единого понятия душа. Существовали разные сущности человека, которые должны были воссоединиться после его воскрешения. На папирусах мы видим изумительное изображение птички с человеческим лицом. Вот это одна из таких важных сущностей человека, которые он несет с собой. Прежде чем войти в зал к Осирису, он должен войти туда вместе с ней. Она его сопровождает. Все они, кстати, в белых одеждах. И белый цвет еще со времен Египта это цвет другого мира. Кстати, сказать, в России это существовало до революции. Всегда все это было только в белом. И вот, наконец, они входят в зал суда. Что там происходит? Там на троне восседает Осирис, а в определенном месте сидят 42 судьи, каждый из которых отвечает за некий грех, который, возможно, человек совершил на земле. И тексты, которые он произносит, получили название «отрицательная исповедь». Что такое отрицательная исповедь? Если исповедь в христианском мире предусматривает перечисление покаяния в том, что человек совершил, то в Египте он говорит «я не совершал». И далее он перечисляет все то, что плохо. Там я не отнимал еду голодного, я не обижал вдову, я не отнимал одежду, я не отнимал воду, кстати, вода, это очень важно. Вот все это построено на «не». В центре зала стоят весы. На весах изображение праведности, знака праведности, правда, а на другой стороне взвешивают сердце. Кстати, очень интересно, что в священном писании есть тоже такая фраза «Господь взвешивает души, Господь взвешивает сердца». Вот это взвешивание сердца, это происходит из Египта. В Египте взвешивали сердце. И стоит Бог тот, который все это записывает. Записывает ответы, записывает решения судей, которые должны определить, праведный он или греховный, и после этого выносится приговор. Либо он отправляется в райские поля, где в белых одеждах собирают урожай, урожай огромный, либо он отправляется в пасть чудовища, чудовище комбинированное, там, пасть крокодила, тело бегемота, лапы льва, жуткое совершенно чудовище, которое проглатывает эту сущность, и это означает, что человек воскреснуть не может. и еще очень интересный момент, разработанный в Древнем Египте, это представление об Аде, очистилище, что это такое. На этих же изображениях имеются так называемые демоны-мучители, они сидят с ножами, там котлы, в которых варится горячее что-то, такая какая-то жидкость непонятная, там жуткие змеи, там комбинированные существа, и что самое страшное и самое опасное, это отрезать человеку голову. Ну, чтобы он без глаз не дышал, да. Это тоже всё. И такие изображения, и такие ужасы тоже имеются. Интересно, что умерший для того, чтобы попасть к Осирису должен пройти через подземный мир. А солнце ведь, как мы знаем, оно проходит днём по небу, а потом оно снова появляется. А что с ним происходит ночью? Это же вопрос. Это серьёзная вещь. И египтяне интересно сделали. Они не считали, что темнота есть наступление, скажем, ночи. Они разделили сутки, в которых они, кстати, насчитали 24 часа, как и мы, на две части 12 и 12. И вот по подземному миру Ра тоже плывёт в лодке. И умерший оказывается на каком-то этапе вместе с ним в этой лодке. И ему перевозчик, рулевой, указывает путь, как он попадёт в мир богов. И проплывая это, он постоянно возрождается каждый раз на небосклоне, как это происходит с солнечным богом. Таким образом, конечно, роль солнечного бога, она номинирующая. Хотя вот удивительно, он не стал, не получил вот таких интереснейших легенд, о которых мы сегодня говорили. Но боги стремились с ним соединиться. И приставка Ра стала приставкой очень многих богов. Вот был, например, бог Омон, он стал государственным богом Египта. Он не мог бы им стать сам по себе, имя его означает скрытый, он стал Омоном Ра. Птах тоже имел такую приставку иногда Ра, потому что это солнечное божество, а солнце это творец мира. Но отдельно бог Ра, вот как мы его знаем, он существовал, он существовал на протяжении всей истории Египта, но на каком-то этапе в разных системах его заменяли другие пути. неизвестное об известном. Да, Елеонора Ефимовна, давайте продолжим, основились мы на том, что Ра, да? вот Ра, что он сделает еще ночью. Ночь это, конечно, время мрака, страха, оживления каких-то темных сил, и вот проходя по подземному царству Владье, в который он плывет, он может встретить разные препятствия, он может встретить врагов. В частности, одним из таких врагов является огромный змей. И для того, чтобы змей не понял, кто на него надвигается, бог Ра принимает вид рыжего кота. Это огромный рыжий кот, он нападает на этого змея и перерезает ему голову. Таким образом, он уничтожает вот это страшное препятствие, персонификацию зла, такого, который может обрушиться на человечество. И собственно, каждый час из этих 12 разделён на разные страшные существа, которых так или иначе бог Ра нейтрализует, скажем так, современным языком. Но вот интересно, если боги и другие творцы, о которых мы сегодня говорили, всегда изображаются в виде человека, то древнейший бог, бог солнца, который так важен в Египте, который был, с одной стороны, палящим, скажем, летом, с другой стороны, без солнечного тепла невозможен урожай, оно ассоциировалось с соколом. И бог Ра изображался всегда с соколиной головой. На голове у него, для того, поскольку с головой сокла изображались и другие боги, как отличить? На его голове был огромный солнечный диск. Это вот его отличительная черта. И вот мы говорили, что он побеждает этого страшного змея, которого зовут Апоп, он отрезает ему голову. Но с другой стороны, по другим представлениям, змея считалась как раз существом защитной. И такой змеёй была кобра, и такую змею носили на голове. И вот даже ура, солнечный диск увид змеёй. Вот это его отличительная черта. В этом, собственно говоря, особенность египетских представлений. Единожды возникнув, они никуда не исчезали. И когда культура развивалась, о этой культуре более трёх тысяч лет, это существует больше, чем наше государство, только наслаивалось одно на другое, одни представления на другие. Поэтому нам порой очень часто бывает непросто понять, но нужно их, скорее всего, принимать такими, как они есть. Они действительно в своём стремлении объяснить окружающий мир достигли огромных высот, то есть там впервые появляется идея о воскрешении, о суде, о торжестве справедливости, о благодатной роли богов или наоборот угрожающей силе истребления, наказания людей. Вот интересное очень соединение представлений о возможности вылепить человека из глины. Это то, что потом тоже отразилось в священном писании. По одной из мифологий бог, сидящий на первом пороге, бог хнум с головой барана, вылепил людей, вылепил их души, вылепил всё сущее на гончарном круге из глины. И вот это акт творения также имеет мировое значение. Ой, спасибо вам огромное, Леонора Ефимовна. Сегодня было очень интересно. Люди просят выложить видео эфира. Смотрите и на сайте Маяка, и в группе ВКонтакте. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы ещё встретимся. У нас в гостях был директор Международного учебного научного центра египтологии имени Голинищева РГГУ, главный научный сотрудник